На Казахстане закончился нерушимый Советский Союз. И здесь же начался бракоразводный процесс под аббревиатурой СНГ. 22 года назад, 19 августа, случился путь на четыре буквы ГКЧП. Зампред Верховного Совета Казахской ССР Серегол Санабдидин вспоминает, как подвело знаменитое политическое чутье единственного президента страны Нурсултана Назарбаева. По большому счету, конечно, Назарбаев был на стороне Горбачева. Он в определенной степени и Горбачев что говорил, то и повторял. Горбачев говорил, конечно, за сохранение Советского Союза. Итог такой политики на декабрь 1991 года СССР представлял один Казахстан. Все остальные давно самоопределились. Но еще весной того года был проведен первый и последний всесоюзный референдум на повестке дня сохранения СССР. Итог – 78% жителей советского государства голосуют «за». Правда, механизм распада уже запущен. На Советском Союзе мнение общественности фактически никогда ни на что не влияло. У нас тогда партийная элита провокла принимать решения сама, не ориентируясь на общественное мнение. Поэтому результаты они никак не могли повлиять. 22 года назад мало кто понимал, какое будущее их ждет вскоре. Суверенитета политики брали кто сколько может унести, даже вопреки общественному мнению. Мы просто не знали, что происходит. Поэтому весь народ тогдашнего Советского Союза был в напряжении, в таком тревожном состоянии. Сегодня, спустя два десятка лет, то дело возникают разговоры о возрождении былой империи под старым управлением Кремля. Президента Казахстана провозглашают главным интегрантом в рамках самых больших республик бывшего Союза. На смену Советскому пришли Союзы таможенные и евразийские. Политолог Азенбай Гали считает, что элиты, вкусившие плоды самостоятельности, не способны объединиться, как в старе. Несмотря на амбиции определенных империалистических сил, это невозможно. И что удивительно, и политические элиты Казахстана почувствовали угрозу своим интересам в случае восстановления Нью-ССР. Вместе с тем, за эти годы никуда не делись пережитки советского прошлого, говорят эксперты. Вожди правящей партии наподобие КПСС, отсутствие реальной политической конкуренции, свободы слова и гражданского общества. А тем временем, 19 августа все дальше и дальше уходит в историю. Для многих молодых людей сегодня это всего лишь обычный календарный день. Продолжение следует...